Нелегальные маршрутки отправят на штрафстоянку. Это, по-видимому, единственный способ, которым чиновники могут навести порядок на рынке пассажирских перевозок. Ответ Департамента транспорта на хитрость владельцев «Газели», которые переделывают свои машины в легковой такси, оказался жестким. Контролеры и полицейские начали проверять буквально все, к чему можно придраться, начиная с маршрутных карт и заканчивая долгами и штрафами. Дмитрий Ковалев о новом витке конфликта на рынке пассажирских перевозок. Первая, вторая и третья маршрутная «Газель» с нарушениями. Водители стыдливо отворачиваются от камер, а пассажиры с недовольством выходят из транспорта. Сегодня эти микроавтобусы в рейс уже не выйдут. Тут уже хоть бы на каких-нибудь ехать. Постоянно опаздываешь на работу, этот маршрут с пересадками приходится. Сначала сделают автобусы, а потом останавливают. У водителей проверяют маршрутные карты, разрешение на перевозку пассажиров, неоплаченные штрафы за нарушение правил. Но главная цель рейда – выявить микроавтобусы, которые оформлены как легковое такси. Это когда меняют количество мест с 13 до 8 и, соответственно, категорию автомобиля. Так перевозчики стараются избежать запрета на использование «Газели» на городских маршрутах. Документы готовы. Вопрос в ГАИ. И много людей вот так вот переходят на такой режим? Насколько мне известно, полгорода. Разрешение на такие перевозки выдают в региональном министерстве промышленности. Они же потом устраивают рейды с целью выявить нарушение. Но отказать водителям в регистрации автомобиля не могут. Это заявительный характер. Достаточно заявления, что я буду при этом гарантирую соблюдение всех норм, что я и легковое такси. Но отличие легкового такси от иных видов перевозок, как регулярных, как и заходных, в том, что когда пассажир садится, он заказывает маршрут. Штрафы в борьбе с нарушителями не помогают. Они несущественны для перевозчиков. К тому же некоторые их просто не платят. Поэтому машины нарушителей будут арестовывать. Подобные рейды чиновники Минпрома и автоинспекторы устраивают практически ежедневно. С нелегальными перевозчиками решили бороться с самыми жесткими мерами. Микроавтобусы, которые вышли на маршрут без документов, арестовывают. Сейчас на срывстоянке уже пять газелей. Перевозчики нашли еще одну лазейку. Они обращаются в мэрию с просьбой выдать новую маршрутную карту взамен прежней, которую якобы потеряли. В итоге у одного перевозчика таким образом может накопиться несколько одинаковых маршрутных карт. А это значит, что в рейс можно отправить дополнительные автомобили и получить прибыль. Дмитрий Ковалев и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.